Здравствуй! Здравствуй! Здравствуй, мой белый друг! Сегодня мы с тобой немножко ближе познакомимся. Я буду отвечать на вопросы о себе. Это будет видеоформат вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Итак, начнём. Сколько вам лет и откуда вы? Мне 23 года. Я из города Тербент. Как вы научились рисовать? Обучаясь рисовать, я пробовала для себя очень многое. Это были и книги, и различные видео в интернете. И, конечно же, я просто побольше рисовала. И с каждым разом становилось всё лучше и лучше. Следующий вопрос. Учились ли вы? Про себя анально или самоучка? Я самоучка. Рисую с самого детства. И следующие два вопроса стоят близко друг с другом. Поэтому я отвечу на них вместе. Один из них звучит так. Планируете ли связать свою профессию с творчеством? И работаете ли вы? Если да, то расскажите, что за сфера деятельности. Да, я работаю. И моя работа связана с творчеством. Я рисую картины и портреты на заказ. Как пришли к тому, чтобы снимать АСМР и есть теле любимая с АСМР-тистом. Начну с того, что мне всегда нравилось всё запечатлять на камеру. И уже продолжительное время, несколько лет, я веду домашний архив. Это такие домашние видео с событиями. Дни рождения или же прогулки. Мне нравится работать с камерой. Раньше нравилось даже монтировать видео. Сейчас уже не так сильно. Я даже не знаю, почему я стала однажды всё запечатлять на камеру, ввести домашний архив. Я думаю, возможно, это потому, что мы с семьёй довольно-таки часто перешали из города в город. И в принципе у нас в жизни всё стремительно менялось. И поэтому мне однажды подумалось, что было бы неплохо запечатлеться на камеру так, как оно сейчас. Потому, что скоро всё может измениться. Мне кажется, что это довольно-таки здорово, когда можно на видео посмотреть, как было раньше. И как стало сейчас. Сохранить какие-то тёплые воспоминания. Чтобы потом можно было их пересмотреть с близкими. И это такая маленькая предыстория. Возможно, к тому, что однажды мне попался жанр АСМР. Сходился мой канал. И есть ли любимый АСМР-тист? Я не могу сказать, что смотрю АСМР-видео часто. Но каждый раз мне попадается очень интересная АСМР-тиста. Но я вряд ли скажу точно название канала. Но один из них. Знаю точно, что называется АСМР-нивертит. Сейчас чаще всего я смотрю этот канал. Следующий вопрос. Тоже интересный. Какие ещё хобби есть? Я могу сказать, что мне нравится писать истории. В основном это фантастика. Некоторые мои рассказы уже опубликованы в интернете. А некоторые ещё пишутся. Есть такие, даже которым уже пару-тройку лет. И даже больше. Но не знаю, насколько я бы назвала писательство хобби. Потому что когда живёшь с историей и определёнными персонажами в голове, они волей-неволей перестают быть хобби, а становятся скорее уже частью тебя самого. Также мне нравится изучать астрономию. Наблюдение со звёздами и за планетами. Это то, что доставляет мне большое удовольствие. Как-нибудь обязательно я познакомлю вас со своим телескопом. Как проводите свободное время? Свободное время я провожу с близкими. Отправляюсь на прогулки в кафе. Также снимаю АСМР и уделяю побольше времени своему хобби. Как относитесь к вегетарианству? К вегетарианству я отношусь положительно-нейтрально. Любите ли читать? Если да, то какую литературу? Да, я люблю читать. Мне это нравится. Но на полноценное прочтение книги у меня чаще всего не хватает времени. Поэтому я чаще слушаю аудиокниги. Они прямо меня выручают. Я слушаю их, когда занимаюсь какими-то обычными делами. А насчёт любимой литературы я скажу так, что если книга увлечёт меня в свои первые 100-200 страниц, то она может быть абсолютно любого жанра. Мне нравится читать и фантастику, и романы, и детектив. То есть я принимаю любой жанр. Из книг я могу выделять Джейн Эйр, книги Драйзера, Артура Конан-Тойла, рассказы мне нравятся. Следующий вопрос. Были ли вы в других странах? Я год прожила в Азербайджане ещё в детстве. И совсем малышка была в Казахстане. В каких странах хотели бы побывать? Мне, в принципе, нравится идея путешествовать. Но мне интересны не только другие страны. Мне бы очень хотелось ещё раз побывать в Петербурге, в Москве и в Алтай. Очень много мест в России, которые мне интересны, и куда я бы обязательно хотела съездить. А если брать страны, то мне интересны Индия и Китай. Следующий вопрос. Вы говорите на каких-нибудь других языках? Я умею читать и понимать на слух английский язык, но сама выражаюсь буквально на разговорном. Ну что ж, мои милые, я ответила, к сожалению, не на все вопросы, которые вы мне написали. Я обязательно отвечу на них в следующем видео вопрос-ответ. Но мне всё равно было очень приятно, что вы интересуетесь и что вы задаёте вопросы. Ну что ж, мои дорогие, я вас тепло обнимаю, желаю всем хорошо провести время, отдохнуть как следует и до новых встреч. Пока-пока.